Здарова, друзья! И сегодня не просто смехуёчки хи-хи-ха-ха. Сегодня довольно серьёзная тема, мы будем обсуждать выпускной. А точнее, не сам выпускной, а что один из учеников, один из участников выпускного сказал на этом выпускном. Он просто разнёс мать его этот зал к чёртовой матери! Ну да что я здесь рассказываю? Давайте же посмотрим! И да, друзья, я видел, что Камикадзе снял видео на эту же тематику. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы я тоже высказался на эту тему, тем более тема интересная. И тем более подходит моему каналу. Смотрим на замечательную, весёлую атмосферу до выступления того самого ученика. Давайте дадим обещание, что через год мы обязательно встретимся на вечере встречи выпускникова. Обещаем! Как они все друг друга любят, они обещают встретиться, они так хотят увидеться и попантоваться, у кого машина круче, у кого работа круче, кто попуступил в круче университет. Да что ты знаешь о лицемерии, а? Вот оно! Из года в год, из раза в раз дети за детьми повторяют эту ложь. А всё это на совести кого? Учителей и родителей, конечно же. Ведь все знают, как всё происходит. Но все молчают. Почти все. Мы отдаём свои сердца своей родной школе. Школа, прощай. Свои сердца своей родной школе. Я вам честно скажу, друзья, я ненавидел это место. И не то, что сердце, крошки хлебной бы не кинул в своей школе. Чёрт её дери. И ты можешь мне сказать, а как же, а ты что, а как, образование же тебе дала твоя школа? С чьих денег? С моих же, сука, налогов. Она работает на меня, и я ей что-то ещё и должен? Нет, дружище, нет. Поскольку я, а на тот момент мои родители платят зарплату директору, учителям, уборщицам. Это они мне должны. Ведь школа государственная спонсируется. Из каких денег? Из государственных. А у государства нет денег. Оно берёт эти деньги у вас. На добровольно-принудительной основе. Так что, когда в школе устраивают субботник, или тебя оставляют дежурным в конце дня, ты смело можешь понимать, что тебя на*****. Тебя просто берут и разводят. Потому что твои родители платят зарплату персоналу, который убирает школу. Но почему-то дополнительно убирает школу ещё и их самые дети. Абсурд! Ну, давайте же посмотрим, что конкретно не нравится нашему молодому человеку, который сейчас возьмёт микрофон в руки. Ну, пожалуйста, выслушайте меня и не перебивайте. А ты видишь, как поначалу его речи он уже понимает, что он сейчас будет говорить непозволительные вещи, его будут пытаться остановить, а не будут пытаться. Наверное, Сёкин в последний день за 11 лет, когда возможен полный карт-бланш на изливание мнения. И в аттестате оно не повлияет. А хитрый чувачок, он решил высказать всё, что он думает об этих людях и о нашем обществе в целом, именно тогда, когда на него уже не могут надавить с помощью оцены. А вы знаете, наш человек с самого рождения в Кабале. Детский сад, школа, работа, ипотека, права и обязанности перед государством, военная срочная служба, если ты мальчик. Ты просто рождён рэбом, ты просто привык к этому настолько, что ты этого не замечаешь. Родители твои этого не замечают, никто не замечает вокруг, считается это нормально. Так уж сложилось, что в приоритете школы точные науки, которые, казалось бы, учат размышлять мозгами. Но люди, которые не впитывают как губки пропаганды по ТВ, понимают, что нашему королевству не нужны рыцари. Вы уже слышите смешки эти после слова пропаганда по ТВ. Ой, учителя неплохо воспринимается это дерьмо, потому что они сидят на государственной зарплате. И не доведи Господь, что их же уволят с этой, с этой, с этой замечательной работы за 15 тысяч рублей в месяц. Кто-то никто не хочет учителям идти работать, а почему, думают люди. Я буду работать и получать такие зарплаты, пойду я на вольные хлеба и заработаю 15 тысяч за один день. И у некоторых действительно получается. А знаете, что говорит вам государство? Налог на незанятость. А то слышишь, ты, ты не, ты не, а люди за 15 тысяч рублей работают, ещё и часть от этой зарплаты отдают государству ради своих пенсий, несуществующих в 65 лет. А ты зарабатываешь сколько и государству не платишь, да ещё и на свою пенсию не откладываешь. А мы тебе потом-то будем платить пенсию, всё равно же должны по закону, хоть и минимальную какую-то. Не дело, дружище, а ну-ка в казну в казну. Так я был бы и не против, друзья, единственное, что меня смущает... Куда, чёрт возьми, мои деньги деваются? Итак, нам не нужны свободомыслящие люди, которые разбираются в истории, политике, которые имеют навыки оратора. Не нужны, нет. А нужны лишь биороботы, умеющие складывать 2 плюс 2 и голосующие за нынешнего диктатора. Так, Саша, Саша, успокойся. Саша, ну что ты делаешь, прекрати. Я думаю, у многих здесь в этом зале в сердцах аж ёкнуло. Рабский страх, страх рабов пожирает их изнутри. Сейчас вы между собой обсуждаете, какой я дурак. Ведь как это так? Не принято у нас. Кто-то уже словить хочет. Робот вышел из строя, пошел против системы и совсем отбитый на голову вырвал чип из микросхемы и дал свободу слову. Смотри, ловит, 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 а с улыбочкой ловит. А и завтра уволят, а мне детей-то кормить. Ты сама виновата в своем положении. Кто голосовал? Кто скидывал бюллетени, а? В каких государственных зданиях проводятся выборы и пересчет голосов? А в школах я напоминаю вам. Кто занимается вбросами? Учителя, напоминаю я вам. Так пожинай же плоды своего безрассудства. Молодец, кто-то кричит. Я напоминаю вам, я не за диктатора, кого он там имеет в виду, я не в курсе. Ни в коем случае не знаю, о ком он говорит, конечно же, как и вы. Я не за оппозицию. Я вообще, сохраняя нейтралитет, никого не пропагандирую, ничего не надо делать, ничего не думай после этого ролика. Оставайся при своем мнении, пожалуйста. Обидно мне осознавать, что общество причиняет вред свободе, стройственной цензуре. Обидно мне осознавать, что цивилизованные страны развиваются во благо нашего народа. Своего народа? Пока мы... Прекращай выпускной журн, портишь праздник, Саша. И действительно, друзья, цензура, но цензура есть в любом государстве, в любой точке земли, и мне это не нравится. Скажем, для примера, для примера, друзья, теоретически кто-то там расист, и он не любит афроамериканцев. Знаете, что лично я считаю? Что он имеет право как-то выражать свое мнение, что он любит, что он не любит, он может поделиться с кем-то этим. Ну, мне так кажется. Конечно же, не имеет права никаким образом применять насилие к тем людям, которым он любит. Вообще он не может, в принципе, применять насилие. Любая информационная блокада всегда играет против обычного человека. Просто запомните это. Не бывает такого, что тебе что-то запретили, и это тебе на благо. Все это всегда делается ради какой-то цели, ради чьей-то выгоды. Вот запрещены анаболические стероиды на территории Российской Федерации. На то есть причина. И эта причина отнюдь не забота о своем здоровье. Я напоминаю, что анаболические... Конечно, от них есть вред, как и от любого лекарственного средства. Но в самом рейтинге, они там где-то внизу, в самом... Почти самые безвредные. Но они запрещены, но зато многие другие вещества, которые куда выше по списку разрешены. Некоторые просто откровенно яд и отрава продадется, вы все знаете, о чем я говорю, на лавках супермаркетов. Почему так? Потому что кому-то когда-то было выгодно запретить анаболические... Ямы позора, дабы угодить иностранцам. Ямы позора, дабы угодить иностранцам. О чем он говорит? Весь мир вокруг наши враги, а мы единственные всех освободителей нации. Но когда они приезжают в нашу страну, мы холл ставим на стену, на котором нарисован красивый, прекрасный, отштукатуренный белый дом, а за ним развалина. Сыпем пыль в глаза иностранцам, лишь бы показать себя лучше, чем мы есть на самом деле. Не для своих стараемся, для чужих. Вот о чем говорит этот данный молодой человек. Сколько денег было потрачено, еще больше украдено на этом чемпионате мира по футболу. Сколько законов принято во время этого самого чемпионата. Да мне кажется, я должен ненавидеть этот чемпионат, столько зла он придусят моей стране. А я почему-то его люблю, если я вот фанат футбола. Это очень странно. Да не, бред какой-то. Пойду лучше водяра нахуярюсь, она же разрешена. Обидно мне осознавать, что в туалетные комнаты школы мыло кладут лишь тогда, когда намечается администрация школы. А и наболевшая тема. Ой, как аплодируют. Мыло им не дают, видите ли. Друзья, у нас здесь настолько замечательные страны СНГ, что мыло нам уже для других целей понадобится. Для ценных двух, я бы сказал. Ай, догадывайся, самое, о чем я говорю. Мне обидно осознавать, что есть учащиеся школы, которые способны перешагнуть через свою честь и нарочно, повторяюсь, нарочно лить слезы на уроках. Как думаете, для чего? Правильно. Ну я так подозреваю, надо там сказать, чтобы жопу подлезать, да? Чтобы их пожалели учителя, и они были на шаг впереди, к желтому кружочку, золотая медаль, и к надежде на светлое будущее. Не знаю, что думают себе эти дети, но желтый кружочек и светлое будущее никак не связаны. Друзья, образование в принципе к успеху не имеет никакого отношения в наше время. Когда-то да, но не сейчас. Не в этих странах, нет, не здесь. Если ты хочешь знать, что я думаю про образование, вот, посмотри ролик про образование. Я сам имею высшее образование, я компьютерный инженер и программист, и я знаю, о чем я говорю. И как же хорошо совпало, что придумали эти искусственные сердца, которые прекрасно олицетворяют этот искусственный праздник. И я сейчас надену маску лицмерия. И на это искусственное сердце. Отключили микрофон. Не говори лишнего, Раб, че ж ты выходишь из строя-то? Я не понимаю, работает, нет? Работает, работает. И сейчас, скорее всего, вышестоящие меня люди после мероприятия или даже во время мероприятия попытаются меня как-то осборить, как-то поставить меня на место, мол, что ты себе позволяешь вообще, малолетний революционер? А, ну это сильно сказано. И не такие слова звучали в нашем обществе. Интернет весь бурлит от ненависти к нынешней власти. Что меняется? Ничего не меняется до тех пор, пока большая часть электората нынешней власти составляют люди, которые интернет вообще не знают, что это такое. Которые пожрать себе купить не могут. Не то, что там компьютер, интернет оплачивают. Они сидят там, они ничего не знают, они изолированы, но они влияют на твою жизнь. Не будь таким, как они, дружище. Развивайся, смотри, разные точки зрения. Не верь никому на слово, мне не верь. Не верь другому блогеру. Соедини все эти точки зрения в одну свою. Возможно, тогда ты докопаешься до истины. Хорошо, дружище, не бери мои слова всерьез. Все, что я говорил в этом видео, это не правда, это ложь, я сам придумал и так далее. Я надеюсь, тебе понравилось это видео, и поэтому поставь на него лайк обязательно, и как сюда прошу тебя 4 вещи, которые тебе сделать несложно, а мне не очень помогут. Лайк на это видео. Подписка на мой канал, колокольчик, а на сколько подписаться, и комментарий. А выпускной 2018 под этим видео. Спасибо, что смотрел. С тобой был Виталий Дан, и всего тебе хорошего, дружище. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok